МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей САРОВ-24. В студии Катерина Пионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На приобретение мультимедийного оборудования и закупку лекарств для животных социально-ориентированные некоммерческие организации получили грант-администрация. Классная встреча РДШ. Школьникам рассказали о пионерском прошлом страны. К барьеру воспитанники спортивной школы ИКАР стали призерами соревнований по боксу. Далее расскажем по всем подробно. В России упростили процедуру постановки физических лиц на учет в налоговых органах. Теперь получить идентификационный номер налогоплательщика ИНН можно за один день. Как сообщает Федеральная налоговая служба, теперь подать электронные заявления можно через специальный сервис. Приглашение посетить налоговый орган для получения свидетельства пользователю сервиса направят уже на следующий день. При личном обращении за ИНН налоговую инспекцию срок постановки на учет и выдача свидетельства не превышает пяти дней. Подведены итоги конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. По его итогам 10 проектов получили софинансирование в 100 тысяч рублей с городского бюджета. В их числе и общественное движение «Молодежь Сарова» и волонтерская организация «Зато верный друг». Свой первый грант в этом году получила волонтерская организация «Зато верный друг». По сути, волонтеры, помогающие приемнику для безнадзорных животных, объединились уже больше 11 лет назад. Но только недавно решили узаконить свой статус, чтобы претендовать на муниципальную поддержку. Грант мы получили 100 тысяч рублей. И этот грант будет потрачен на закупку ветеринарных препаратов и оборудование. Будет закуплено средство для предупреждения лечения заболеваний животных. Также будет закуплено оборудование. Будет закуплен рециркулятор бактерицидный для предупреждения заболеваний животных, вспышек заболеваний животных. И будут закуплены две переноски. Для волонтеров, на попечении которых находится 80 собак и кошек, которые содержатся в приемнике и на квартирных передежках, это существенная помощь. Добровольцы закупают корма и лекарственные препараты для животных, которые живут в городском приемнике, в основном на пожертвования неравнодушных горожан. Оплатить еще и закупку оборудования было не на что. Два года назад финансирование приемника было резко сокращено, государственное финансирование приемника. И с тех пор мы находимся в режиме очень острой нехватки средств. Бюджетные средства, которые выделяет государство, их едва хватает на коммунальные услуги, оплату коммунальных услуг и зарплату сотрудников приемника. Также грант получили общественная организация «Воин», фонд реабилитации ветеранов, ветераны ВМФ, общество 1945, Центр поддержки общественных инициатив, Совет ветеранов Сарова, Федерация лыжных гонок, фонд «Дорога в жизнь». Среди предложенных проектов – приобретение оборудования для занятий гиремом спортом в клубе «Самсон», обновление экспозиции в Музее морской славы и Музее военной истории, организация ветеранских мероприятий и устройство курсов анимации для детей из малоимущих семей. Также грант получила общественное движение «Молодежь Сарова». Эту организацию создали для того, чтобы помочь молодежным общественным объединениям, которые не зарегистрированы как юридические лица, участвовать в грантовых конкурсах, а не потратить деньги на проект «Медиавол». У нас, опять же, много общественных объединений, много волонтерских объединений, в том числе молодежных. Колоссальный объем работы, который проводится молодежью в течение года. Но, как это часто бывает, иногда хромает освещение этой работы. Чтобы то, что было сделано, было красиво оформлено, донести об этом горожанам, конечно, лучше, когда этим занимается профессионал в плане освещения. То есть потребуется команда медиа-волонтеров. Для их плодотворной работы нужно оборудование для съемок, на которое и потратят средства гранта. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. С 26 апреля из Сарова в Кванториум будет ходить регулярный рейс. Предусмотрены поездки по расписанию с понедельника в субботу. Стоимость проезда – 25 рублей. Самостоятельно могут ехать ребята, которым исполнилось 14 лет и есть постоянный зональный пропуск. Все остальные в сопровождении взрослых. Транспорт будет останавливаться рядом со входом в детский технопарк, что исключит самостоятельное передвижение детей по поселку Сатис. Подробное расписание и план маршрута в группе Кванториума Саров ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 19 апреля отменили дистанционную выписку льготных рецептов на лекарства. Как пояснили, в КБ-50 это связано со снятием режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и улучшением эпидемической обстановки по коронавирусу. В случае, если на приеме у лечащего врача пациент не был более полугода, за очередной выпиской рецептов нужно обратиться к доктору. Если консультация врача и назначение лечения проведены, обращайтесь к фельдшеру льготного лекарственного обеспечения. Запись на портале пациента свободна. Стартовал благотворительный марафон «Пасхальные дни милосердия-2021». Организует акцию волонтерский центр «Радость моя» – православное творческое объединение «Мир» при участии Саровского благочиния. Они собирают пожертвования от всех, кто хочет помочь семьям, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья, детям в детских домах и нуждающимся людям. На собранные средства волонтеры устроят пасхальные праздники и домашние поздравления детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Ребята получат подарки, семьи, адресную помощь. Передать пожертвования можно в торговых центрах «Плаза», «Атом» и «Куба» 23 и 24 апреля. В пятницу с 17 до 20 часов, в субботу с 12 до 18. Также открыт электронный сбор на платформе «Я соберу». Подробности в группе волонтерского центра «Радость моя» ВКонтакте. 21 апреля в Саровском физико-техническом институте пройдет день открытых дверей для иногородних абитуриентов. ВУЗ ждет в гости старшеклассников, планирующих получить высшее образование в САРФАТИ «Нияумифи». Сотрудники САРФАТИ расскажут о возможности их получения качественного образования, познакомят старшеклассников и их родителей с руководством и деканами, студентами и преподавателями нашего ВУЗа. Также в программе встреча с представителями приемной комиссии, которые дадут полную информацию о специальностях, направлениях подготовки и количестве бюджетных мест. Будущие абитуриенты смогут пройти по территории и корпусам студенческого городка, увидеть современное оснащение кафедр и лабораторий, получить ответы на все возможные вопросы. Начало в 10 часов. Подробности на сайте САРФАТИ «Нияумифи». С 19 апреля на территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Как отметил губернатор Глеб Никитин на заседании правительства региона, практически все случаи возникновения пожаров связаны с человеческим фактором, с безответственностью людей, с неосторожным обращением с огнем во время пала травы и сжигания мусора. «Я хочу призывать глав муниципалитетов не просто усилить разъяснительную работу с населением, а привлекать жителей к ответственности, выписывать штрафы за нарушение пожарной безопасности. Когда речь идет о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности недостаточно», – отметил Глеб Никитин. С начала этого года на территории региона зарегистрировано 9 фактов перехода огня с травы на здания. В результате огнем уничтожено 7 домов и 8 построек. Это бани, сарай, надворные постройки и прочее. Погиб один человек. Пожары зафиксированы на территории Нижнего Новгорода, Дежинска, Починковского района, Арзамасского, Вачского, Володарского, Лукояновского, Пильнинского и Шатковского районов. В минувшие выходные в одном из городских кафе подрались двое мужчин. Один из них получил сотрясение головного мозга, второй – травма лица. У него разбиты нос и губа. Оба участника направили заявление в полицию. Проводится проверка. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. 30-летняя саровчанка на машине Hyundai Solaris не уступила дорогу другой автоледи, которая двигалась в попутном направлении около дома 24 по улице Советской. Автомобили столкнулись, из-за чего второе отбросило на тротуар. Женщина наехала на мужчину. Пострадавший покинул место ДТП, но позже обратился за помощью в приемный покой. В ОГИБДД поступило сообщение из приемного покойка В-50 о том, что к ним обратился гражданин 1962 года рождения с телесными повреждениями, которые он получил в результате ДТП на улице Советская около дома 24. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения в виде перелома наружного мыщелка левой большеберцовой кости без смещения. После осмотра врачом был отпущен домой. С 19 по 28 апреля сотрудники ГИБДД будут проводить операцию «Тонированное стекло». Активизировались воришки летнего транспорта. С велостоянки на проспекте Ленина злоумышленники украли детский самокат черно-оранжевого цвета. Сумма ущерба установлена в размере 4 тысяч рублей. Самокат не найден, был не пристегнут. Полицейские напоминают, не стоит оставлять велосипеды и самокаты без присмотра в подъездах и на улице. Либо обязательно нужно использовать противоугодные тросы. Если обнаружили пропажу, стоит сразу же обратиться в полицию. Так будет больше шансов найти имущество. Вторая классная встреча в рамках проекта российского движения школьников прошла в Сарове. Ее посвятили 30-летию Союза детских организаций «Сияющие звезды». Гости, представители Дворца детского творчества и педагоги городских школ рассказали о том, как вступали в пионеры, какие эмоции испытывали на первых рассветах с кострами и песнями в Орлятском кругу, как ездили на слеты и проводили городские коллективно-творческие дела. Подробности далее. Костер, задор, радость. Ассоциаций с пионерским движением у его участников довольно много. И все они про доброе, вечное, светлое. Его логичным продолжением в нашем городе после развала СССР стал Союз детских организаций «Сияющие звезды». Очень было много в городе пионерских организаций, которые были названы именами космонавтов, связанные именно с космосом. И, видимо, вот оттуда как раз родилось, что каждая вот звезда и «Сияющие звезды». 30 лет назад в стране начали происходить коренные изменения, но традиции, которые заложились в Советском Союзе, продолжают жить и по сей день. В рамках второй классной встречи РДШ ребята собрались с бывшими пионервожатами, чтобы поговорить об истории создания, идеологии и трансформации «Сияющих звезд». Это очень ответственно, это очень серьезно. Насколько я помню, хулиганов даже лишали галстуков. Тогда это было именно чувство ответственности перед одноклассниками, перед родителями, перед учителями, вообще в обществе. Сейчас это больше какая-то активная жизнь, движение, какие-то новые знакомые, проекты, поездки в лагеря. Получился своеобразный вечер воспоминаний и обмена опытом. Все желающие могли задать вопрос бывалым активистам пионерского движения. Они, в свою очередь, показали школьникам игры, которые не раз проводили с подопечными, подискутировали на тему актуальности работы Союза «Сияющих звезд». За последний год, насколько я увидела по ученикам школу номер 14, дети рвутся вообще-то на мероприятия, которые проходят очно. Они хотят участвовать, они готовы участвовать, и они готовы именно участвовать в мероприятиях Союза детских организаций. Приходит человек по 10 точно. И мы также проводим коллективно-творческие дела, такие как ШПП, слет. Так что даже если активность чуть-чуть упала, но все равно я считаю, что детям интересна деятельность СИЗО. Активисты детской палаты «Галактика» и дружины «Радуга» и гимназии номер два подготовили для спикеров танцевальные флэш-мобы. Следующая классная встреча РДШ в Сарове пройдет уже в мае. Сейчас обсуждается тема и кандидатуры гостей. Спортсмен отделения бокса спортивной школы ИКАР Александр Карасев стал победителем первенства Москвы по боксу. По результатам выступления саровчанина отобрали на финал первенства России среди юношей 2007-2008 года рождения. Соревнования пройдут в Анапе с 22 по 30 мая. Еще один воспитанник ИКАРа Александр Гавриков стал бронзовым призером первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юношей. Подробнее об успехах саровчана расскажем далее. Александр Карасев пришел в отделение бокса 6 лет назад. С тех пор ринг стал для него местом, где он чувствует себя максимально комфортно, где может реализовать весь потенциал. В начале апреля юноша поучаствовал в столичных соревнованиях. По результатам трех боев спортсмен стал победителем первенства Москвы по боксу. По результатам выступления боксера отобрали финал первенства России среди юношей 2007-2008 года рождения, который пройдет в Анапе с 22 по 30 мая. Также спортсмен занял второе место на соревнованиях Приволжского федерального округа. Там же еще один воспитанник отделения бокса Александр Гавриков завоевал бронзу в категории 64 килограмма. В полуфинале проиграл сопернику из Мордовии. Соперник был достаточно опытный, он финалист России. И я его чуть-чуть не переиграл, не дожал где-то. По результатам, в принципе, я доволен, это мое первое ПФО и, в принципе, достаточно хорошо выступил. В спорте Александр 11 лет. В последние годы юноша поставил для себя цель, которую после этих соревнований удалось достичь. Боксер получил разряд кандидата в мастера спорта. Перед тем, как попасть на соревнования в Тольятти и Москве в составе сборной Нижегородской области, ребята прошли ряд турниров, где показали отличные результаты. Мальчишки поработали, будем так говорить, в данный период. Молодцы там, перетерпели мы пандемию. Тоже как бы не сидели дома, тренировались онлайн. Хорошо, что Нижегородская область уже с 1 января была открыта. И турниры уже начались на территории Нижегородской области. До этого мы проехали в Владимирскую область все, потому что больше турниров нигде не было. Тренируются боксеры практически каждый день. Конкуренция на всероссийских соревнованиях достаточно высока, поэтому расслабляться некогда. Необходимо регулярно поддерживать форму и не останавливаться на достигнутых результатах. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова